Вторая армия в мире, говорите? Ну, если говорить о инвалидской армии, то да, наверное, первая. И вот почему. На России, а также в Ордло, начали ловить, отлавливать в армию даже инвалидов. Даже тех, кто вообще не пригоден к несению службы. И имел так называемый всю жизнь, имел так называемый желтый билет. Их сейчас отлавливают и загоняют в войска. Так называемую российскую армию. Которая де-факто из армии бомжей и мародеров постепенно превращается в армию инвалидов и вообще никуда не годных, не в синюю службы людей. У них просто закончились солдаты. Банально закончились. Из того, что у них осталось, можно выбирать на выбор. Алкоголики, наркоманы, проститутки или проститутки. Ну и несчастные люди с ограничением, с какими-либо физическими ограничениями, которым вообще ни в коем случае не место в любых вооруженных силах любой страны. Их никогда никто нигде не трогает. Потому что они негодны к несению данной службы. Но это не для России и не для ее совершенно свихнувшихся хозяев. Таких людей сейчас просто начали отлавливать. Тем паче, что отлавливать их довольно просто. Дело в том, что инвалиды, они обычно состоят в разных обществах. Ну, чтобы получать помощь. Либо они работают в каких-то артелях, которые зациклены сами на себе. Вы это прекрасно знаете. В частности, артель слепых и так далее, и так далее. Есть разные артели разных людей с инвалидностью. Что вы думаете? Они хапают буквально всех, кто в состоянии хоть как-нибудь ковылять. А теперь скажите мне. Нормальная армия? Или же, как они говорят, вторая армия в мире? Стало бы отлавливать инвалидов? Давать им в руки допотопное оружие, с которым они, кстати, понятия не имеют, как обращаться? Да и не хотят этого делать. И отправлять в мясорубку, где срок их жизни исчисляется несколькими минутами. Что это за армия, которая ловит инвалидов?